привет крипто комьюнити с вами алекс кей и сегодня я расскажу о новом мощном игроке на рынке блокчейна это монад чем он примечательный его команда обещает вывести и выем совместимый блокчейн на новый уровень производительности это 10000 транзакций в секунду что ж погружаемся в детали и так что же такое монад проект позиционируется как революционная платформа смарт-контрактов которая ставит перед собой цель изменить правила игры в мире блокчейна но и в м совместимость хороша тем для монад вот по сравнению даже с салана что она обеспечит легкий переход для разработчиков пользователей из экосистемы эфира еще характерен для этого проекта как я уже говорил уникальный механизм консенсуса монад пфт и технология параллелизации или параллельного исполнения и этот проект он обещает мгновенную финализацию кто стоит за проектом aqua founder и села их главное таки он он сам проект основан в 2022 году группы специалистов с многолетним опытом разработки высокопроизводительных систем джамп трейдинг так вот этот киан хон вот он киан хон он уверен что передовые технологиям остановят стандарт скорости прозрачности и безопасности в блокчейн индустрии это главная фишка этого проекта монад это параллелизация и в отличие от таких блокчейнов как фирм avalanche монад в общем может похвастаться параллелизации и использует система оптимистическое управление параллелизмом и программную транзакционную память так вот что такое именно оптимистический подход к параллелизации то об этом есть объяснение в очень полезном материале которыми говорил для нашего раздела крипториум при таком подходе сетью пропускает этап сортировки и приступает к одновременной обработке данных то есть этот метод предполагает оптимистический подход параллелизации что оптимистически транзакции не связаны между собой и сети возвращается для внесения корректировок только когда некорректное происходит некорректное исполнение если вокруг транзакции существуют дополнительные зависимости они будут исполнены снова с правильными данными такая фишка есть как программная транзакционная память простыми словами это как бы механизм управления тем самым параллелизм параллелизма эта технология которая позволяет компьютерам безопасно работать с общей памятью это как в игре где дети по очереди берут игрушки по очереди и чтобы не мешать друг другу это как такой вот стекте технологии он обеспечивает целостность данных и максимальную пропускную способность сети и так механизм отложенного исполнения что же это такое простыми словами он от реализует механизм отложенного исполнения на который позволяет узлам согласовывать состояние блока до обработки транзакции вот это устраняет задержки в процессе консенсуса и повышает масштабируемость сети вон отбивки это усовершенствованная версия алгоритма ход став и она обращает связь между валидирующими узлами и лидерами блоков монад бфт гарантирует быстрое достижение консенсуса если некоторые узлы неисправны или взломаны также фишка монада это монад деби то есть тем это мощная база данных это специализированная база данных для хранения состояния блокчейна монад и это база данных оптимизирует скорость операции и опять же она заточена под параллельное исполнение транзакций и соответственно следовательно этапе обеспечивает высокую производительность и масштабировая сети до впечатляющая конечно пропускная способность мгновенная финализация монада полная совместивость себе и техническая сложность это может быть чревато с какими-то но я знаю с боями возможно и может быть сложностью для привлечения разработчиков риски централизации вызывает вопросы особенно учитывая участие венчурного капитала и кто же участвует венчурном капитале монад лапса привлекла в апреле 225 миллионов то есть огромная сумма и соответственно большая вероятность что токен будет на крупных биржах потому что за проектом стоят такие гранды как парадигм серьезная фирма на заблаз там кстати стоит и другими крутыми проектами electric капитал тоже ветеран рынка green ox капитал драган play капитал это они еще феврале занесли пасть на пассивном раунде 19 миллионов навальд равикан placeholder венчурс в общем команда как я уже говорил уже запустила давнет в котором в ходе которого было достигнуто tps в 10 тысяч и планирует концу года развернуть основную сеть и вот тогда конечно же мы посмотрим в общем надо следить за этим проектом ну в общем основное о проекте я рассказал читайте карточки крипториум узнавайте о новых проектах и монад действительно перспективная штука судя по судя по венчурным капиталистам которые стоят за этим проектом судя по технологиям судя по параллелизации что очень крутая тема я считаю ну а пока подписывайтесь на наш канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски до скорого до новых встреч пока